Всем привет, друзья! Сломалась машина, идет черный дым, троид, десятирид. Сейчас нахожусь на Эльбрусе, так что надо попробовать по возможности что-то сделать, посмотреть. Буду проверять датчики, лямбда у меня отключена, возможно что-то с давлением. Отъехал в сторону, замерил напряжение на подсумке 0,24, когда-то я делал видео, тут замерял, там было 0,18, но я думаю не суть какая разница. Смотрим дальше. Сейчас постепенно проверю датчик, который передает показания на ЭБУ. Датчик положения дроссельной заслонки проверю. Отсоединить надо воздуховод от воздушного фильтра проверить. В общем все надо постепенно делать, торопиться не надо. Желательно никаких болтов не пытаться откручивать. Можно конечно регулятор давления топлива вскрыть, возможно он засорился, но если сломается болт какой-нибудь, то все. Сейчас хоть как-то можно ехать, потом вообще невозможно будет ехать. В общем продолжаем. Сниму патрубок, проверю воздушный фильтр. Так, черный дым идет, дело не в фильтре. Ставим на место. Отсоединил шланг обратки, надставил шланг, дую, туда воздух проходит хорошо. Но отсюда что-то ни капли не упало. Может обратка забита. Буду разбираться дальше. Поставил бутылку, посмотрим обратка пойдет, не пойдет. Обратка идет нормально. Пробуем завести. Обратка идет нормально. Вон сколько навелось. Значит дело не в обратке. Идем дальше. 20 секунд поработало, вон сколько набежало. Значит здесь все нормально. Так, что еще может быть? Еще могут пропускать резинки-форсунки. Это надо снять крышку, включить зажигание. Бензонасос заработает, посмотреть. Если капает, значит резинки пропускают. Так, открутим черепаху и посмотрим, что там творится. Здравствуйте. Судя по машине, вы местный? Нет. Не угадали. Сейчас включу зажигание. Заводить не буду. Насос создаст давление и посмотрю, пропускают резинки или нет. Все сухо, никаких капель нету. Значит уплотнительные кольца форсунки не пропускают. Здесь все нормально. Значит что-то с электроникой. В общем, на первый взгляд датчики исправны. Регулятор давления топлива исправен. Уплотнительные резинки на форсунке не пропускают. Так, все, я тут отсоединял, обратку отсоединял. Сейчас на всякий случай проверю метки ГРМ, проверю свечи и потом буду проверять контакты на ЭБУ. Если свечи все такие черные, значит причина общая перелива. В общем, все проверил. Остается одно. Или ЭБУ дает неправильную команду. Или форсунка на более длительный срок открывается. По каким-то причинам заедает. В общем, надо проследить проводку от датчиков до ЭБУ. Всего больше вариантов уже никаких нет. Отдохнуть немножко. Поесть надо что-нибудь. Торопиться не стоит. Если это ЭБУ, то я уж тут ничего не сделаю. Есть ли форсунка тоже. В общем, сейчас отсоединю разъемы ЭБУ. Буду проверять все минусы, плюсы. Что приходит, что уходит. А дальше будет видно. Скачал с интернет схемку. Так, что надо проверить. Постоянный, плюс 12 вольт. Четвертый контакт. Датчик температуры охлаждающей жидкости на ЭБУ. Второй контакт. Пятый, шестой контакт земли. Сигнал с датчика положения друсиной заслонки. Седьмой. Питание с восьмого приходит у меня. Так, плюс 12 шины, 15 надо проверить. Одиннадцатая земля. В общем, все земли, плюсы, все надо проверить. Проверить проводку от датчиков до ЭБУ. Естественно, сам минус от ворсунки. Я только провод могу проверить, а сам сигнал, какой он, я не смогу проверить. В общем, все плюсы, минусы на разъеме я проверил. Проводку от разъема до датчиков тоже проверил. Все нормально. Значит, регулятор давления топлива, лишнее топливо в обраску сбрасывает. Тоже все нормально. Уплотнительные кольца, форсунки не пропускают, топливо не капает. Тоже все нормально. Воздушный фильтр отсоединен. Метки ГРМ и зажигание я проверил. Ну что, у меня осталось только три варианта. Это неисправно ЭБУ. Неисправно форсунка. Ну или некачественный бензин. Вскрыло ЭБУ. Ничего я здесь не увидел. Ничего не сгорело. Во всяком случае, визуально. Вот два транзистора. Не знаю, какой из них какой, но один из них подает питание на регулятор холостого хода на моторчик. Другой подает питание на форсунку. Чтобы проверить их, надо выпаивать и сравнить. Чем пока дело кончится, не знаю. Ну, буду дальше разбираться. Пишите свои комментарии. Ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok